Шапки-невидимки Проектировщики обещают, что башня бесконечности сможет исчезнуть в считанные секунды и тут же появиться снова. И это вовсе не фокусы иллюзионистов. Но как можно мгновенно спрятать здание высотой 450 метров? В чем секрет амбициозного проекта? Слиться с природой как хамелеон стало возможно. Ученые Московского государственного университета совместно со своими зарубежными коллегами разработали синтетический материал, имитирующий кожу рептилии. Он обладает исключительной гибкостью и способен менять свой цвет. В какой сфере будет применяться это средство маскировки? А эти кадры сделаны на прошедшей в мае 2018 в Москве тату-конвенции. Выделиться в толпе татуированных людей можно лишь чистой кожей. Кто и зачем приучает нас клеймить свое тело? Сегодня в программе. Опасный рисунок. За какую татуировку вас могут убить в туристической поездке? Вот, пардон, пустого места нет нигде. Я тебя просто не узнаю. Чем приходится платить за новую внешность? Это очень больно. Это невыносимо больно. Это невероятно больно. Плащись с секретом и парик наготове. Признание агента КГБ под прикрытием. Наши поездки на явки, они выглядели как отъезд в отпуск. Человек-невидимка. Эксперимент программы Тайны Чапман. А вы вот этого молодого человека не узнаете, не видели? США. Монтгомери. Апрель 2018 года. Национальная гвардия штата Алабама публикует фотографию снайпера, остающегося неподвижным, даже когда змея скользит по его винтовке. Пользователи соцсетей восхищаются идеальной маскировкой стрелка. Профессионалы более сдержаны. Сложно представить, что этот снайпер сможет метко стрелять, если объектив его оптического прицела закрыт хвоей. Да и рептилия, ползущая по винтовке, оказалась не ядовитой. По словам наших экспертов, в создании камуфляжа американские военные никогда не были первыми. В плане пятнистого камуфляжа они в этом плане отставали. Каски они предпочитали даже уже позднее, во время Корейской войны, во время Вьетнамской войны, маскировать преимущественно реальными травой, реальными листьями и так далее. Традиционных видов маскировочной формы, когда солдат может слиться с природой, сегодня уже недостаточно. Новая боевая техника реагирует на тепло и безошибочно находит, где прячется противник. Разработкой камуфляжа занимаются лучшие ученые, используя высокие технологии. Ратник, боевая экипировка военнослужащего, используется в российской армии с 2014 года. Над ее созданием трудились десятки оборонных предприятий. Каждый год появляются новые, улучшенные модификации. Когда человек надевает ратник, там, во-первых, снижается тепловая заметность специальная. Вот эти шлемы все направлены для того, чтобы изобразить супермена. Для того, чтобы снижать тепловую заметность лица. Трудно себе представить, но первая камуфляжная форма появилась лишь в конце 19 века. До этого времени армии разных стран стремились сделать военную форму как можно ярче, чтобы издалека отличать своих бойцов от солдат противника. У англичан были распространены, скажем, красные мундиры. У французов синие, например, чтобы отличаться. Кроме того, это имело значение для корпоративного духа. Чем наряднее солдат одет, тем лучше он будет воевать и так далее. Когда в армию пришли на вооружение пулеметы, стало понятно, что яркие мундиры – это идеальная мишень. Военным пришлось задуматься о средствах маскировки. В ходе русско-японской войны командующий маньчжурской армии генерал Куропаткин отдал поразительный по тем временам приказ – не стирать белоснежную русскую форму. Соответственно, такая белая рубаха, белый китель, не будучи постиран, когда его потаскают по разным видам пересеченной местности, очень скоро свою белизну теряет. Но переход на защитную форму был осуществлен в русской армии уже в период между завершением русско-японской и началом Великой, или Первой мировой войны. Но возможно ли полностью слиться с природой? Стать совершенно невидимым для врага, как это делает хамелеон? Этот маленький кусочек полимерной кожи способен менять цвет и обладает огромной гибкостью, как кожа рептилии. Эту разработку можно применять в самых разных сферах. Вот здесь, к сожалению, кусочек небольшой, но видно, что он имеет голубоватый оттенок. Еще важно, что материал меняет цвет при растяжении точно так же, как я описал в коже хамелеончиков. Наша задача стояла в том, чтобы показать принципиальную возможность создания материала, который будет себя вести с точки зрения механики, как живая ткань, и с точки зрения оптических свойств, тоже как ткань, военная сфера – это только небольшая часть жизни, в которой применяется маскировка. Ведь к ней прибегает каждый из нас осознанно или интуитивно. Я, например, смотрю на человека и вижу в нем то, что он хочет мне показать, потому что он говорит это мне своим образом, своим имиджем, своей одеждой, своей речью, своим взглядом. Вот самый очевидный пример. Косметика, казалось бы, призванная привлекать внимание, на самом деле тоже является средством маскировки. Недаром ее в шутку называют боевой раскраской. Ведь маскировка имеет две цели – либо что-то скрыть, либо что-то сымитировать. Так устроено самой природой. Внешний вид может рассказать о личности человека гораздо больше, чем тот хочет открыть. Человек в деловом костюме, и человек в свитере, там, из гитары в руках, и тот, и другой несут какую-то информацию. Поэтому я считываю то, что они хотят мне показать. Другой вопрос, что я могу владеть еще какими-то знаниями, да, и считывать какую-то информацию, которая идет от человека, ту, которую он сам не контролирует. Что скрывают ваши близкие? Как обнаружить измену жены? И как самому замаскироваться в случае смертельной опасности? Эксперты программы «Тайный Чапман» раскроют эти тайны. Одежда – тоже средство маскировки. С ее помощью мы прикрываем, то есть делаем незаметными наши недостатки. Одежда помогает привлечь или, наоборот, отвлечь внимание. Выходя к аудитории, например, в каком-то там костюме с ярко-перламутровыми пуговицами, люди не будут меня слушать, они будут рассматривать пристально мои ярко-перламутровые пуговицы. Россия, Москва. Май 2018 года. На Международную тату-конвенцию собираются лучшие мастера со всего мира. Нет отбоя от желающих покрыть свое тело, словно холст, новыми рисунками. Этот мужчина преклонных лет вовсе не уголовник, просто большой любитель тату. Ну, если пятки и ладони только считать, вот только единственное что. Первую татуировку он сделал давным-давно, когда служил в армии. А в 62 года пошел в тату-салон, чтобы поддержать сына, который перекрыл татуировкой шрам. Говорит, с того момента, как с катушек слетел, началась совершенно новая жизнь. Каждую неделю еще одна тату. И вот, пардон, пустого места нет нигде. Есть фиги. Мне просто делали под этой череп. Ну, два черепа делали. Я говорю, давай что-нибудь другое делаем. Дай фигу делаем. Сделали фигу. Мужчина говорит, тату позволяет ему чувствовать себя молодым и постоянно находиться в тусовке. В некотором смысле удача, потому что, когда я начал, вернее, получилось так, что я делал для себя, а как-то так получилось, что он народ об этом узнал. И очень много общения с молодежью. То, что я люблю. Я не могу общаться со стариками, мне это неинтересно. Ему и прозвище дали. Веселые картинки. Жена давно махнула рукой на увлечение супруга. Да и дома он стал проводить гораздо меньше времени. Пропадает с молодежью. Искусство татуировки возникло с началом цивилизации. Свидетельство тому находки археологов, сделанное в раскопках египетских гробниц. Мумием около четырех тысяч лет, но рисунки на высохшей коже хорошо различимы. Татуировка – особая форма искусства, возникшая словно сама собой по всему свету. Тату наносили и древние викинги, и германцы, и славяне. Знали татуировку и китайцы, и японцы. Но кто и с какой целью научил людей на всех континентах делать татуировки? Некоторые религии запрещают татуировки. Например, уедаизм строго запрещает татуировки. Там сказано, значит, так мотивируется тем, что Бог создал человека совершенным и увидел Бог, что это хорошо. Христианство тоже осуждает татуировки. В свои 19 лет Снежана сделала 60 татуировок. И не уверена, что этим ограничится. Ее тело расписано буквально с головы до пят. А началось все с неудачной первой любви. Расставшись с младым человеком, Снежана решила сделать на память первые тату. Я сделала ромашку за ухом. В этот же день, там же, сразу после ромашки, я сделала надпись на ноге, сделана в Питере. Потому что я из Питера. И глаз на пальцы. Родители, разумеется, были в шоке. Но остановить девушку уже не могли. На профессиональном жаргоне мастеров тату это называется подсесть на чернила. Сейчас Снежана учится в университете. Время от времени ее приглашают как модель на съемки рекламы. Я считаю, что у меня все-таки интересные татуировки на лице. То есть это не черные надписи. Меня уже узнают всякие агентства, звезды, люди, которые этим всем занимаются. Именно поэтому периодически у меня есть заработок, который основан на съемках. В современном мире посещение тату-салонов стало чем-то сродни походу в парикмахерскую. Вот только следы от такого самовыражения в большинстве случаев остаются на всю жизнь. Собственная кожа – это то полотно, на котором можно нанести свою уникальную картину, с помощью которой можно выделиться. Однако психологи считают иначе. Зачастую татуировками люди маскируют свои внутренние переживания, пытаясь скрыть их от окружающих. Конечно, обращая внимание на это раскрашенное тело, а мы перестаем обращать внимание на что-то, что человек не хочет показывать. Поэтому это однозначно. Выпячивая что-то, человек обязательно что-то другое скрывает. То, что человек считает оголять небезопасным. Прежде чем ругать своего ребенка за татуировку, задумайтесь, все ли у него в порядке. Может, лучше сначала поговорить по душам? Возможна эпатажная внешность своего рода – шапка-невидимка для внутренних комплексов и страхов. Разочарую вас, шапки такой не бывает, но есть такой трюк. Это все механика. Людям всегда хочется верить в настоящее чудо. Даже если они знают, что это дело рук профессионального иллюзиониста. Сергей Листопад уверяет, спрятать можно даже слона. Все зависит от бюджета и мастерства фокусника. Программа «Тайный Чапман» проверит, так ли это на самом деле. Смотрите далее. Срываем маски. Как вычислить супружескую неверность? Мужчина ей стал равнодушен. И на грудь мою твой профиль наколол. Что такое синяя болезнь? Я была бы не против свести все татуировки. Умелые руки. Только для зрителей программы «Тайный Чапман» известный иллюзионист делится профессиональными секретами. Есть что-нибудь или нет между пальцами? Нет, нет. Профессиональный иллюзионист Сергей Листопад показывает фокусы прямо за столиком кафе, где проходит наша встреча. Он обещает сотворить чудеса из подручных материалов. Здравствуйте. Наш продюсер Елена настроена скептически. Выбирай любую салфетку. Давайте вот это. Бери. Хорошо. Все, касайтесь. А вы не трогайте. Пожалуйста. Сергей просит скрутить салфетку в трубочку. А я семечку. Абдулла, поджигай. А дальше начинается самое интересное. Горящую салфетку я убираю в кулак. Дымит? Да. Видно, да? Да. Будет чуть-чуть тепло, но руку не забирай. Хорошо? Смотри. Прямо со всех сторон смотри. Я тушу салфетку прямо у себя в кулаке. На твоей ладошке. Вот так. Разверни, чтобы было видно. Сжимай ее и медленно разжимай. Расставь пальчики пошире. Проверь, пожалуйста, эту руку. А не в него. Есть что-нибудь или нет между пальцами? Нет, нет. Ловкость рук и никакого мошенничества. Салфетка словно испарилась. Куда она исчезла? Мастер не раскрывает своих профессиональных секретов. За эпатажной внешностью Снежаны скрывается душевная боль. Каждый день, выходя из дома, она чувствует на себе осуждающие взгляды. Многие люди почему-то считают своим долгом подойти и отсчитать ее как ребенка. Одной из причин того, что я упала в глубокую депрессию, была реакция людей на татуировки. Потому что я весьма адекватный человек. Я учусь в самом престижном университете России. И, эй, ребята, за что? Я просто выгляжу так, как я хотела выглядеть, когда мне было 18 лет. Я сама страдаю от этого. Но почему же Снежана не в силах остановиться? Что заставляет ее делать новые татуировки? В чем магическая сила и злой урок нательных рисунков? Кто и зачем внедряет моду на тату? Узнаем совсем скоро. Настоящие ниндзя выглядели совсем не так, как показывают в голливудских фильмах. Ночью они облачались в одежду красновато-коричневых, пепельных или темно-серых оттенков. Именно эти цвета позволяли оставаться им незамеченными. А днем ниндзя одевали обычную одежду, чтобы слиться с толпой. С японского языка слово «ниндзя» переводится как «человек-тень». Точную историю возникновения кланов ниндзя не знает никто. Известно лишь, что их нанимали для шпионажа, диверсий и даже убийств. Ловкости и искусству маскировки ниндзя обучали с малых лет. Говорили даже, что эти люди обладали магическим даром перевоплощения в животных. На самом деле у этих чудес простое объяснение. У них были специальные такие кастеты с когтями, имитирующими тигриные когти. Чтобы создать впечатление, что человек погиб от зверя. Тогда еще в Японии тигры водились. Специальные техники позволяли ниндзя шпионить, долгое время находясь под водой, или убить человека одним лишь легким прикосновением и тут же слиться с толпой. Могли проглотить записку, которую нужно было доставить по назначению. И пройдя все кордоны, их там обыскивали, со всех, что ничего не нашли. Специальным натриированным движением картания. Эту записку опять вытолкнуть. И передать ее, да? О том, что человек принадлежит к клану ниндзя, не догадывались даже его соседи и знакомые. Как себя чувствуют люди, чья большая часть жизни проходит под маской? Когда человек выбирает этот профессиональный путь, человек очень четко понимает, что своя жизненная история может не сложиться. Много лет Светлана Туманова прожила на Западе. Сначала в Англии, потом в Германии. Она работала в разведывательном управлении армии США, а ее супруг был главным редактором русской службы «Радио Свобода». Многие считали, эти люди предали родину. На самом деле Светлана вместе с покойным мужем Олегом Тумановым были агентами КГБ под прикрытием. Москва не могла упустить возможность воспользоваться вот таким подарком, который, скажем, им преподнесли американцы, наняв меня на работу. В повседневной жизни супруги себя ничем не выдавали. Но в гардеробе появились двусторонние плащи. А в бардачке машины всегда наготове лежал парик и солнечные очки. Все наши поездки на явки, они выглядели как отъезд в отпуск. Мы из Мюнхена выезжали в Австрию на машине просто прогуляться в горах. У никого это не вызывало подозрения. Нас учили, конечно же, тоже во время уличных прогулок менять одежду на ходу. Программа «Тайный Чапман» проводит эксперимент. Мы попытаемся выяснить, какой именно образ позволит остаться незамеченным. Отправим спрашивать дорогу у прохожих нашего сотрудника, который будет менять внешность. Но для начала заглянем в фотоателье. Для черно-белой фотографии выберем ничем не примечательный образ. А вот с этой яркой деталью сделаем цветное фото. Итак, начинаем. Первый выход в ярком образе. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, улица Усиевича как пройти, не подскажете? Туда вот так вот и налево, да? Спасибо большое. Хорошего дня. А как пройти к МАИ? Это туда, да? А теперь начинается самое интересное. Наш ассистент буквально через несколько минут подходит к тем же людям и показывает им цветное фото. Узнают ли они молодого человека? Хотел спросить, а вы молодого человека не видели здесь? На Усиевичу туда пошел. Туда, это туда? Простите, пожалуйста, а вы видели вот этого молодого человека? Нет. Где? Куда? Куда. Туда пошел. Получается, в реальной жизни яркий образ спецагентов, тиражируемый голливудскими фильмами, попросту не работает. Детали, будь то броские солнечные очки, бабочка или красный шарф, тут же врезаются в память. Ну а что насчет обычной повседневной одежды? Простите, пожалуйста, молодой человек, скажите, пожалуйста, а вы не знаете, вот здесь Московский автодорожный институт где находится? Не могли бы подсказать? Я думаю, вам нужно в ту сторону. В ту сторону, да? Вы уверены, да? Да, у меня. Спасибо большое. Здравствуйте. Молодой человек, скажите, пожалуйста, Московский автодорожный институт, не подскажете, как пройти? Мои? Мои. Мои? Да. Так, ну да. Не знаете, да? Девушки, скажите, пожалуйста, улица Усиевича, не подскажете, где находится? Так, Усиевич, надо вам вот как-то вот сюда пройти, по в ту сторону вот. Итак, подходим к людям с нашим черно-белым фото. Вспомнят ли они парня, который обращался к ним буквально пару минут назад? Простите, а вы вот этого молодого человека не узнаете, не видели? Просто мужа еще? Нет. Меня не видно. То есть сейчас в течение пяти минут никого не было? Понятно. Это видели? Да я вообще не отеля была. Не подходил к вам никто? Или здесь не стоял, не ждал, я просто брата жду? Да мы только и подошли, я поэтому... Ну не было, да? Да я не до что смотрю, мы вот разговаривали. Яркий макияж, короткая юбка, массивные берцы. Такой образ Светлана не могла себе позволить, когда жила в Германии. Агент под прикрытием не должен ничем запоминаться людям, с которыми встречается на улице. Я не могла себе позволить выделяться, хотя я люблю красиво наряжаться, у меня есть яркие вещи. И вот сейчас, наверное, настало то время, когда я могу воспользоваться яркой косметикой. Идет какая-то гиперкомпенсация, наверное, того времени, когда нужно было быть крайне неприметным, невзрачным. Как утверждают наши эксперты, каждый год в России разоблачают сотни сотрудников зарубежных спецслужб. Причем нередко нашей контрразведке помогают граждане. В Подмосковье у сторожа заправки вызвал подозрение иностранец, снимающий на фото режимный аэродром Чкаловский. Сработала старая закалка. Сторож оказался отставным военным. Смотрю со стороны Москвы, ну вот в этом положении, идет мужчина с рюкзаком. Неприметная одежда и сумка. Добродушное лицо. Филмера Пола Брайана задержали уже через несколько минут после начала съемки. Американец пытался объяснить, что является споттером, фанатом авиации, который фотографирует самолеты. Комфортабельная позиция. В сумке гражданина США обнаружены дорогой радиосканер, настроенный на частоту аэродромной вышки. И фотоаппарат с таким объективом, которым можно снимать даже отдельные детали самолета. Американец много путешествовал по России и везде старался посещать оборонные объекты. Специалисты отмечают, интерес иностранных спецслужб к нашей авиации особенно усилился в начале операции, которую проводят в Сирии российские воздушно-космические силы. На сегодняшний день мы видим уже физическую разведку не только английских, но и американских специальных служб, которые начинают отслеживать то, что, в общем-то, наверное, мы не особенно и пречем. Интересно, а как маскируются наши близкие? Можно ли, например, вычислить супружескую неверность? Специалисты помогут сорвать маски. Инструкцию по разоблачению смотрите прямо сейчас. Вы не можете нарадоваться на свою супругу. Ни с того ни с сего она перестала вас пилить по каждому поводу. Невынесенный мусор и ваши компьютерные бои по вечерам уже не вызывают раздражения. Однако не спешите радоваться. Это тревожный сигнал. Потому что ведь пилит, да, то женщине кажется, что она хочет сделать лучше, и таким образом, да, она обращает внимание на своего мужчину. Перестала пилить и предъявлять ему претензии, это значит, что этот мужчина ей стал равнодушен. И это значит, что где-то в другом месте, возможно, в компании другого мужчины, ей эмоционально комфортнее, теплее. И поэтому все это она реализует там. Вернемся на тату-конвенцию, которая проходила в Москве в мае 2018-го. Кто-то делает новую татуировку, а кто-то маскирует старые. Портрет супруги Алексей набил в знак верности и любви. Но вскоре развелся. Три года назад сделал себе татуировку у девушки. Сейчас решил немножко ее видоизменить. Почему? Ну, добавить немножко смене. Медуз Гаргона, мне кажется, ассоциируется именно с тем человеком, который был впечатлен здесь. Мастера рассказывают, такое случается очень часто. Едва набив татуировку, которая символизирует вечную любовь, пара расстается. Неужели в этом есть какой-то мистический смысл? Девушка себе сделала имя своего возлюбленного, а через месяцок где-то пришла сводить. А встречались они на тот момент лет восемь, наверное. Вот она сделала и все. Как распознать, любят вас или ненавидят? И поможет ли маскировка радикально изменить жизнь? Узнаем совсем скоро. Рисунки, нанесенные на кожу, гарантируют магическую защиту в бою. Что это? Языческие суеверия или тайные знания? Индейцы до Колумбовой Америки передавали эту традицию из поколения в поколение. Против завоевателей испанцев рисунки оказались бессильны. Известно, что в магическую силу боевой раскраски верили еще древние кельты. А воины, жившего в Новой Зеландии народом маори, делали татуировки, позволявшие распознавать их социальный статус. С развитием цивилизации татуировки стали наносить рабам и преступникам. Тату использовалось как клеймо – знак хозяина. Нередко клеймили солдат, чтобы те не перебегали на сторону противника. Эта традиция зародилась в Древнем Риме и практиковалась вплоть до 19 века. Петр Первый ввел это, так сказать, почему староверы иногда говорили, что вот это антихристовое клеймо ставят солдатам. Чтобы солдат не сбежал, там надрезали и порохом втирали, и, соответственно, потом бинтовали, и это дело оставалось. В Японии, совершившем первое преступление, на лоб наносили горизонтальную линию. За второе добавляли линию дугообразную, а за третье – еще одно. В итоге получалась композиция, составляющая иероглиф «Ину» – «собака». Аналогичным образом, так сказать, клеймили на Руси, например, да, вор там, например, да, за преступление, значит, клеймом выжигали. Правда, это были другие, это были раскаленные такие иглы на печати. И, так сказать, выжигали на лбу вор. Уже в 20 веке во время Первой мировой в Британии татуировкой «Ди» метили дезертиров. В нацистской Германии набивали номера узникам концлагерей. По сути, это продолжение все тех же древних традиций. Татуировка, как отметина, которой всесильный хозяин обозначает то, что ему принадлежит. Сам процесс нанесения тату был своего рода добровольным кровавым жертвоприношением. Это было обставлено массой ритуалов, которые в искаженной форме потом перешли, и в ритуалы масонских лож, и в других инициатических организациях, когда человек лежит в гробу там и так далее, с черепом, с костями. И в знак этого, например, человеку давали новое имя. Соответственно, на него наносили изображение, так сказать, вот того животного, или того божества на более высоком уровне, в честь которого он назвал. В Откровении Иоанна Богослова говорится о начертании зверя, печати Антихриста, которая будет положена на руку или на лоб всем людям. Неужели это связано с татуировками? Антихрист своих людей будет штамповать печатями. Будет ненавидеть христиан. Начнутся последние гонения на душу христианскую, которая откажется от печати сатаны. Печати будут такие, что сразу видно будет, принял человек или нет. Ничего нельзя будет ни купить, ни продать христианинам. Преподобный Лаврентий Черниговский. Исследователи до сих пор ведут споры, что же будет представлять собой печать Антихриста. Несомненно одно – появление множества людей, которые будут носить ее на теле, станет сигналом, что наступают последние времена. Продолжаем срывать маски. Как определить, какие чувства испытывает к вам человек – любовь или ненависть? Психологи утверждают – это две стороны одной медали. Их порой бывает сложно различить. Человек будет сторониться, переходить в другую сторону улицы, чтобы с тобой не встретиться. Но ровно такие же действия могут быть, когда человек влюбленно стесняется этого. Поэтому здесь, наверное, будет другая теплота, другой накал тех чувств. Обратите внимание на мимику. В случае, скрываемой ненависти, улыбка будет натянута, а желваки напряжены. Как бы человек не пытался это скрыть, взгляд будет жестким. Сверлящим. При встрече ваш оппонент будет немногословен. Вы говорите, говорите, человек вас не отпускает. Конечно, вы ему интересны. Если это очень короткие ответы, да, нет, не знаю, то очевидно, либо у человека нет времени, либо он сейчас не располагает, да, желанием разговаривать и общаться со мной. Именно потому, что я могу быть ему неприятно. Последнюю татуировку Снежана сделала около года назад на лице. С тех пор страдает от жуткой депрессии. После университета она планирует работать в публичной сфере. Примут ли ее коллеги? Как сделанная по молодости татуировка может перечеркнуть всю дальнейшую жизнь? Смотрите далее. Мать природы, научи, как обычная бабочка помогла защитить от бомбежек Смольный и Мавзолей. Явно фашисты пытались по нему попасть. Тату-мания. Кто заставляет нас клеймить свое тело? Через две недели приходит мама, говорит, я не могу. И сколько стоит квартира в небоскребе-невидимке? Совершенно было непонятно, что это такое. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы вывести краску из-под кожи, Снежана уже прошла 4 мучительных сеанса. Рассказывает об этом и чуть не плачет. Это очень больно, это невыносимо больно, это невероятно больно. Я просто лежу и постоянно вот так вот дергаю. Еще лет 30 назад никто в нашей стране не мог себе представить, что нанесение на колок может стать выгодным делом. Сегодня тату-салоны – это многомиллиардный бизнес, причем во всем мире. Кто и как изменил общественное мнение, так что тату перестало быть знаком маргиналов. 60-е годы 20 века. В США набирает популярность новая субкультура – хиппи. Беспорядочный секс, наркотики, полная свобода самовыражения. Именно тогда человеческое тело стали активно использовать в качестве холста. И тогда родились первые татуировки, которые демонстрировали миру и совсем не тот посыл, который демонстрировали татуировки криминальные. И вот после этого маховик и татуировок стал раскручиваться. В конце 90-х секс-меньшинство диктует свои нормы и принципы терпеливому и отравленному толерантностью большинству в странах Запада. Все больше стран легализуют однополые браки, а гей-парады по своему размаху затмевают национальные праздники. Идеальное время для индустрии татуировок. У мастеров нет отбоя от желающих быть причастными к новой культуре. Татуировки приходят несовершеннолетние дети с родителями. Я их при разрешении родителей делаю им татуировку. Через две недели приходит мама, говорит, я не могу, мне понравилось, делайте мне тоже. Тату-салоны не только зарабатывают сами, но и дают возможность получить сверхприбыль производителям оборудования и красок. Одновременно расцветает новый бизнес по сведению татуировок. Причем деньги от разукрашивания и последующей очистки кожи стекаются в один карман. Это одни и те же личности, которые, собственно говоря, вы взращиваете свой рынок. Когда вы наносите татуировку, вы понимаете, что через какое-то время вам придется ее сводить. Так почему бы не сделать себе дополнительный доход через несколько давних лет? Впрочем, уже вскоре человеческую кожу можно будет менять так же просто, как холст на Мольберте. На эту разработку ученых вдохновила кожа хамелеона. И это не единственный случай, когда природа подсказывает человеку гениальное техническое решение. Ложные конструкции. Их строили в годы Великой Отечественной войны. Чтобы защитить стратегически важные объекты, во время налетов вражеской авиации на основном объекте освещение выключали своевременно, а на ложном — с небольшой задержкой. Уже в первые месяцы войны стратегические объекты начали маскировать поджилые здания и лесопарковые массивы. Фашистские летчики не могли их обнаружить. Особые меры безопасности были предприняты в отношении Мавзолея. Мавзолей, как сакральный объект, был защищен специальной деревянной бутафорской надстройкой. Там два этажа надстроили, так что совершенно было непонятно, что это такое. Уже к сентябрю 41-го враг вплотную подошел к Ленинграду. Началась блокада города. В это время к военным обратился заведующий кафедры энтомологии Ленинградского государственного университета Борис Шванвич. Чтобы наглядно представить свой план защиты стратегических объектов, он принес гипсовый макет бабочки. Но как это могло помочь в военном деле? Вот тут мы видим фотографию пяденицы в верхней части коробочки. А внизу видим гипсовую форму, которая имеет впадины и выступы, соответствующие тем полосам и пятнам, которые находятся на крыльях пяденицы. Так что здесь вот как раз очень хорошо наглядно видно, как можно при помощи рисунка создать иллюзию впадин или выступов. Узор на крыльях бабочки воспринимается как игра света и тени. Светлые и темные участки на крыльях создают эффект впадин и выпуклостей. В результате форма крыльев при взгляде на них совершенно теряется. Это явление профессор Шванвич назвал принципом стереоморфизма. Как все работает? Ну там можно нарисовать, например, какие-то развалины, какие-то там ямы, провалы. То есть когда наблюдатель смотрит в бендок, он видит, что там что-то уже разбомбили. Вот там есть какие-то руины такие, какие-то впадины, какие-то выступы. И становится ясно, что вот в этом месте уже что-то поражено огнем артиллерией. Надо приносить огонь в другое место. Выступающие и высветленные детали Шванвич предложил красить в темный цвет. Затененные и вогнутые высветлить. Известно, что именно так маскировали Смольный. И это сработало. Штаб нашей обороны и явно фашисты пытались по нему попасть. Он, в общем, остался сравнительно мало поврежден. По-видимому, эти меры помогли все-таки. Эти кадры наделали много шума. В 1983 году знаменитый американский иллюзионист заставил исчезнуть Статую Свободы. Но как ему это удалось? Фокусник Сергей Листопад объясняет. В исчезновении Статуи Свободы нет никакой магии. Всего лишь красивая иллюзия, основанная на игре света. Там просто съемка была в определенный день, когда погасили все фонари вокруг Статой Свободы. Все, которые где-то могли где-то засветиться. Все было потушено специально для этого трюка. Обесточили там, чуть ли не обесточили этот весь квартал. Делается полная тьма. Сначала летают вертолеты, освечивают всю эту Статую Свободы снизу, сверху. Потом просто все выключается. И фонари вертолетные светят не на Статую, а чуть-чуть вот ближе, дальше, сбоку. Просто светят не в то место, где стояло. Сергей Листопад уверяет, создать иллюзию исчезающих и появляющихся предметов на самом деле не так уж и сложно. Смотри внимательно, выиграешь обязательно. Пустой не бери, полный бери. Полный возьмешь, в ресторан пойдешь. На открытых ладонях. Сколько в игре шариков у нас? Две. Два. Два. У меня в руках ничего. Ничего. Правильно? Смотри внимательно. Мои руки быстрее твоих глаз. Один шарик я забираю себе, один отдаю тебе. Крепко зажимаешь? Крепко. Сколько в игре шариков? Ну, два было. У меня не одного, а два у тебя. Блин! А это уже не фокусы. В южнокорейском городе Инчхон будет построен невидимый небоскреб, башня бесконечности. Его высота 450 метров. Создатели небоскреба планируют добиться эффекта невидимости за счет использования оптических видеокамер и дисплеев на фасаде. Камеры будут снимать то, что находится позади небоскреба, и транслировать изображение на его стены. Это создаст впечатление, что вы смотрите сквозь здание или вовсе не видите его. А вот пассажиры, взлетающих в небо лайнеров, рядом расположен аэропорт, вряд ли смогут не заметить огромную башню. Смотрите далее. Ничего не вижу. Что такое ослепляющий камуфляж? Таким образом, как избивали стоп. Как сербам удавалось обманывать новейшую американскую технику? Аркета «Американская Харма» охотно шла на вот такие вот печки. И под кого маскируются самозванцы нашего времени? Да как раз вот та самая маскировка, да, которую знает животные миры. В ответ на новые средства маскировки появляются более совершенные средства распознавания истинных и ложных объектов. Работа, например, головок самонаведения современных ракет типа «Тамагавк» или «Наш Калибр», который от нас не построен на корреляционном принципе, заключается в том, что ракета снимает портрет местности радиолокационной или оптико-электронной. Чтобы отвести удар от стратегически важного объекта, ставятся специальные отражатели или оптико-электронные конструкции, которые искажают картину местности. И тогда ракеты, не распознав истинную цель, уходят в другом направлении. Бывают случаи, когда вместо дорогостоящей техники используют электроботовые приборы. Во время боевых действий в Югославии отвезти врага от зенитно-ракетных позиций помогали обычные микроволновки. Частота работы вот этой печки близка была по спектру к работе радиолокационных станций, наведения ракет. И ракета «Американская Харма» охотно шла на вот такие вот печки. Их ставили, включали, открывали крышку и ставили в стороне реальных позиций из РК. Харма подала эту цель и благополучно его разбивала. Военная наука позволяет сделать практически невидимым командный пункт или ракетную установку. Но как замаскировать движущуюся технику? Ослепляющий камуфляж. Этот способ маскировки во время Первой мировой войны использовали на флоте. Военные суда расписывали в духе кубических картин кисти Пикассо. Человек, который видел такой корабль, не мог понять, какого он размера, с какой скоростью и в каком направлении движется. Впервые такой способ раскраски военных кораблей предложил английский художник Норман Уилкинсон. Он выдвинул идею – раскрашивать корабли ломанными линиями, создавать иллюзорные плоскости и углы. Вот в стиле кубизма Малевича, всевозможные геометрические, непонятные фигуры, это тоже сбивалось с толку в отсутствии локаторов, в отсутствии их окрасного видения. По-настоящему прорывным моментом стало появление самолета «Невидимый». Ноу-хау заключалось в специальном покрытии. Был изготовлен из специального органического стекла, так называемого радоида. Изнутри он был покрыт амальгамой. И когда он взлетал, то еще, соответственно, распрыскивался такой голубой специальный дым или порошок, и самолет становился невидимым. В те времена это казалось невероятным. Едва поднявшись в небо, самолет словно испарялся. Однако вскоре выяснилось, что невидимое для глаз воздушное судно легко фиксировали радары. Как показывает жизнь, ни одно средство маскировки не может считаться идеальным. В современном мире, где чуть ли не на каждом углу стоят камеры видеонаблюдения, сложно остаться незамеченными. Американский художник Адам Харви изучил, как работают существующие алгоритмы обнаружения и распознавания лиц и предложил несколько способов обмануть их с помощью нестандартных причесок и макияжа. Харви позаимствовал идею такой маскировки у военных. Вспомним контрастный камуфляж, который использовался во время Первой мировой войны. Не правда ли, очень похоже? Нанося на тело тот или иной рисунок, мало кто задумывается о том, что татуировка способна кардинально изменить жизнь. Она дает духу, чья печать принята добровольно, возможность управлять поступками человека. А если этому человеку принадлежит власть, влияние татуировки может распространяться на целые страны и народы. Еще в юности, во время путешествия по Японии, будущие правители России и Британской империи, кузены Николай II и Георг V, в память о поездке сделали себе татуировки в виде дракона. Вот на эту часть руки. И кузен Джорджи впоследствии, так сказать, умер в очень больших мучениях. И, в принципе, при нем начался ползучий распад Британской империи. А что случилось с оператором Николаем II, страшная смерть вместе с семьей, тоже совершенно, так сказать, понятно. Отправляясь в путешествие, многие люди и не подозревают о том, что за нательный рисунок они могут поплатиться жизнью. Ведь в криминальном мире многие татуировки несут определенную информацию о человеке, который набил их на свое тело. Это были татуировки, благодаря которым люди из криминальных структур могли друг друга узнать. Но в середине прошлого века началась некая романтизация татуировок. Если человек, не имея на то право, нанесет себе татуировку, обозначающую высокое положение в преступной иерархии, рано или поздно может возникнуть ситуация, когда за тату придется отвечать. А ведь в разных культурах один и тот же образ может иметь разное значение. Например, у японских якудза изображение дракона или тигра наносят только главе клана или члену его семьи. Не раз случалось, что европеец, сделавший татуировку в виде дракона, поехал как турист в страну восходящего солнца и после какого-то мелкого инцидента попал в полицию. Проведя пару часов в камере с местными уголовниками, он становился калекой, а иногда даже лишался жизни. Трагедия любви или сатира на высшее общество? Пьесу Лермонтова «Маскарад» «Царская цензура» почти 20 лет не пускала на сцену. Возможно, причина в том, что в основу произведения положено реальное происшествие. Спрятав лицо под маской, люди света могли свободно предаваться любовным страстям. История маскарадов уходит своими корнями в глубокое прошлое. Шутовские праздники, когда место правителя занимал на время нищий, были еще у шумеров и жителей Вавилона. Существовали дни, когда избирался шутовской царь, как правило, это осужденный преступник. Настоящий царь на это время уходил в тень. И, так сказать, праздновали рабы, становились подчиненные, занимали дворцы своих хозяев, тень прислуживали и этому царю поклонялись. И в конце концов этого царя ритуально казнили. Впрочем, история знает немало примеров, когда подложный правитель не хотел уходить с трона. В годы смутного времени в России один за другим сменились три лжедмитрия, три самозванца, каждый из которых доказывал, что именно он чудом спасшийся сын Ивана Грозного. В списке претендентов на русский престол и княжна Тараканова, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и несколько Петров Третьих. Но больше всего аферистов, выдававших себя за детей, расстреляны в Екатеринбурге царской семьи. Их было более двухсот. В наши дни тоже встречаются персонажи, которые маскируются под других людей, пуская пыль в глаза наивным гражданам. Это кадры спецоперации в Москве. Гражданин Афганистана выдавал себя за высокопоставленного сотрудника ФСБ, обещая московским бизнесменам свое покровительство. Разумеется, за большие деньги. Выглядел он вполне убедительно. Дорогая машина, респектабельный вид и восемь личных охранников. В момент задержания он тут же начал изображать совсем другого человека. Звание, говори свое. Какое звание? Звание, говори. У меня нет звания. Звание твое. Я не служил. По информации следствия, раньше этот мужчина работал грузчиком. Замаскироваться помог прирожденный криминальный талант. А вот этот лже-сотрудник ДПС умудрился обмануть больше десятка столичных водителей. В афере Филдов Шереметьев. Даже после задержания он утверждал, что служит в полиции и устроил в отделении настоящее шоу. Вы какое-нибудь отношение с службой ДПС имеете? Разумеется. Какое? Самое непосредственное. У вас есть сложное удостоверение? Как бы нет. А живете вы где и проживаете? По какому адресу? Планета Луна. А откуда у вас такой народный знак без каких-то отличительных знаков? А потому что, а потому что, а потому что я замечательный товарищ Шереметьев Владимирович. Маскировка была, есть и будет всегда. Человечество заимствовало ее у самой природы. Но у людей, как и у животных, все зависит от того, в каких целях применяют маскировку. В одном случае она может спасти жизнь. А в другом, под шкурой бедной овечки, скрывается самый настоящий хищник. В наше время средства маскировки все чаще используют в мирной жизни. Про их первоначальное предназначение люди начали забывать. Чему, пожалуй, можно только порадоваться. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ.